добрый день испады вы ну что у нас осень если мы весной и летом собирали цветочки и травки для чая сейчас осень и естественно пора собирать уже ягоды вот вчера я нашла наконец потому что у нас здесь не очень в общем найти боярышник не так просто это надо в калины ехать но я вот вчера в большом парке у нас тут нашла боярышник он не очень крупный такой вот меленький но очень хороший и уже спелый как раз можно использовать для для всего я и буду его сушить естественно даже маленький лучше сушить он просушивается быстрее буду сушить его как всегда на чай и также буду делать наливку из него настойку из боярышника сейчас покажу как я ее делаю значит это у нас шиповник шиповник тоже поспел видите вот я его буду сушить нас на солнышке у нас в солнечной комнате но не на солнце вот это я шиповник буду сушить конечно и и вот я уже в термосе заварила сегодня вечером и завтра утром можно уже пить заварила вот черноплодная рябина мне оставалось немножко шиповник этот вот и и боярышник заварила у меня будет витаминный чай теперь можно начинать пить витаминный чай кстати я нашла еще в одном месте вот такой вот боярышник который покрупнее видите насколько он крупнее этого но он еще не поспел он еще зеленоватый надо еще подождать недельку и пойду собирать еще это тут очень красиво его даже вообще можно есть он такой крупный его можно и как ягодки есть но буду заготавливать на зиму вот посмотрите какой красивый а это это вообще я первый раз нашла здесь это ранетки ранетки но не светлые темные они здесь их называют пометти ладзарини пометти это от слова помо помо на венето это яблоко помодору между прочим от этого же происходит помидоры это было такое как яблоко золотое яблоко когда только начались вот видите они меленькие ранеточки очень меленькие очень хорошие ране таки ну правда мало у меня будет наверно всего две баночки или три вот ну сейчас я из них сделаю в сиропе их тоже можно настаивать на спирту конечно вот но я хочу сделать в сиропе сейчас покажу как я их делаю очень просто вот а это у меня видите это я уже настояла боярышник боярышник на спирту на водки на графе на графе я настаиваю вообще мы не пьем все эти такие вот алкогольные сильным градусом напитки но вот такие вот я ликеры делаю значит в прошлом году кстати прошлом году я сделала из джина но он получился такой крепкий из джина в общем я его даю только нашим гостям которые могут пить крепкие напитки у нас уже не получается видите какой настойный потому что я очень много положила боярышника вот в этот раз значит вот видите какой цвет у него приобретает и на сладкий такой очень вкусный на вкус вот я приготовила уже бутылочку у меня здесь вот есть водка по моему польская польская водка стоит у меня давно все равно мы пить не будем и вот я сделаю настойку из боярышника и тогда будем пить как лекарство а сейчас я сделаю вот эти пометки ладзари мира ниточки в сиропе вот смотрите я приготовила уже сироп он у меня закипает здесь пол килограмма сахара и пол стакана воды сироп закипает яблочки я помыла райские яблочки наши пометки помыла и оставила с ножками естественно с черешками есть очень много рецептов как варить варенье но поскольку я их закрываю и мне его мало и я закрываю его герметически она у меня не стоит так вот в открытом виде скажем поэтому я варю самым простым способом вот я их закладываю сироп сейчас прибавим немножко огонь вот и закладываю в сироп все яблочки и они у меня просто кипят в этом сиропе значит на пола на пол килограмма сахара пол стакана воды сейчас я их не буду протыкать конечно там надо советуют протыкать их зубочисткой или чем-то в основании чтобы они не лопались и чтобы они равномерно валились но поскольку они очень мелкие и у нас тут это в общем не сыграет никакой роли поэтому сейчас вот они у меня закипят я их поварю 10 минут и разложу по вот таким вот баночкам они закрываются очень хорошо и на ней все равно не буду долго стоять я их в общем-то говорю всегда в подарки так скажем ну конечно и сами съедаем немножко но это вот я варю такие варенье которые во первых как бы здесь вообще уже никто варенье не варит а мне нравится варить самой варенье я дарю в подарки вот допустим кстати я уже признаюсь что я уже сварила видите вот баночка уже со сваренными этими яблочками с этими ране тачками она получается такое немножко как в желе и я варю из тутовника например я варила варенье и сейчас вот из этих вот ранее так и когда я дарю такие варенья а самые первые варенья их удивляла это я делала из 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 кабачков из кабачков потому что у нас был тогда огород и кабачков выросл так много я не знал куда их девать я раздавал потом думаю дайте я сварю варенье я сварила варенье из кабачков там с лимоном с апельсином в общем и дарила им когда эти баночки с вареньем и говорила не говорила вернее что из чего она сделана говорил вот пока да будете есть угадайте из чего это варенье никто не мог угадать потому что у них здесь варенье вообще не варят из не слышали даже что можно из кабачков варить варенье вот я в саратове их не часто варила но очень вкусное тоже варенье и необычное и особенно на пироги очень хорошо но не растекается и вот я сначала удивляла их этим вареньем который им очень понравился результате и потом значит вот я нашла тутовник из тутовника варила кстати я подарила одну баночку нашей соседки который уже за 80 лет и она с таким восторгом она есть съела эту баночку и говорит я никогда в жизни вообще не пробовал тутовник и тем более варенье из него потому что ну естественно кто его же не продают вот и она была в таком восторге я говорю ну вот надо же надо же был мне приехать из сибири не из россии чтобы удивить вас тутовником его здесь очень много растет тутовника по речке и я вот в этом году видела что тутовник вырос очень хороший крупный и я собрала и от наварила варенье и вот у меня такие подарки я дарю им такие подарки которые невозможно купить в магазине которые все сделаны своими руками и они свои же продукты потом в этих баночках и едят и удивляются сейчас я тоже приготовила для подарка поедем на этой неделе к друзьям я подарю им они тоже наверняка вот эти эти ранетки в сиропе никогда не видели ну вот сейчас она у меня закипает уже и я оставлю его кипеть 10 минут и потом разложим по баночкам ну вот прошло 10 или даже уже 12 минут и наши раненки сварились видите вот они какие сиропчики и я буду заливать их в баночку пусть они немножечко кипят на слабом огне не остывает я заливаю в баночку смотрите как красиво получается она просто вот действительно варенье такое радостное какой-то его действительно как подарок очень приятно дарить очень необычные вот видите ну и хватит у нас побольше сиропа чтобы они были все утоплены в сиропе вот видите даже выложу вот так две тут они не утопают вот пьянисе сиропе у нас я закрываю горячая стала баночка держу полотенчиком вот видите как все просто просто надо иметь собрать эти ягодки и достаточно в сахарном сиропе сварить вот видите баночка закрыта очень удобная я ее ставлю накрываю полотенчиком вот и наложу еще тоже вазочку это остынет и можно будет уже есть сегодня попробовать вот вазочки ведь как удобно возьмешь вот так за веточку и и скушаешь вот ну и еще одну баночку заполним и все что останется в вазочку вот такие вот подарочные баночки у меня получились если повезет я еще может быть соберу немножко этих ягодок этих сломит и азарины и тогда еще сварил ну пока вот у меня только вышли две баночки мне кажется надо немножко сюда добавить еще добавлю ну ничего вазочки останется мало но ничего вот сюда дольем видите сиропчика вот отлично оставшийся сиропчик в вазочку и закрываем так немножко надо вытереть чтобы край не был сахаре вот закрываем закрываем баночку как следует и ставим ее под полотенчик вот такое вот ну видите как мы быстро и сварили очень вкусная и красивая вареница вот у меня остывать будет это на пробу и это у нас новенькие которые мы сделали это которые уже остыли которые уже можно дарить вот видите вот такая красота я очень люблю необычные варенья попробуйте всего доброго